Друзья, всем привет! С вами Леся и у нас сегодня будут прекрасные распаковки, очень много косметики, не только косметики, не только то, что вы видите сейчас. Я здесь самое главное, поставила ритуал за бодишоп, никс, также будет мини-сой и всякие вкусняшки. В общем, предыстория. Мой муж ездил в командировку в Армению, это была рабочая командировка, то есть туда и назад, соответственно, оплачивал работодатель проезд, компания оплачивала. Но когда он приехал в Ереван, сразу был трансфер, то есть сразу из аэропорта забирали и везли на место. Везли. Я точно не знаю, как это место называется, но, в общем, грубо говоря, простыми словами, загород. То есть они не в Ереване находились, они находились где-то в горах, там, в общем, компания снимала домики. Для своих работников были собрания, тимбилдинги, экскурсии. В общем, это длилось два дня, но еще до поездки, конечно же, мы с мужем посовещались. Я говорю, что надо по-любому остаться еще хотя бы на день, чтобы уже приехать в Ереван и походить по городу, посмотреть. Но так, по сути, тебя забрали с аэропорта и отвезли в аэропорт. По сути, ты ничего и не видел. Но также неинтересно побывать за границей где-то в новом месте и ничего не посмотреть. Поэтому муж остался еще на сутки. Ну, соответственно, конечно, за свой счет. Уже в Ереване. Там он с коллегами. Есть тот, кто живет в Ереване. Есть тот, кто тоже приезжал. Ну, в общем, они именно посвятили тому, что по городу походили, в ресторане посидели и так далее. И уже на следующий день перед отлетом муж побежал за покупками. Хотя у него тоже в этот же день была встреча с коллегами. Ну, в общем, все равно он умудрился купить мне то, что я его просила. Конечно же, я его просила купить. Те бренды, которые у нас не представлены, которые у нас невозможно купить. Это Rituals, которого у нас никогда не было. Ну, соответственно, типа Rituals появился у нас в Ritual. Но там есть только свечи и есть мужские линейки. То есть ничего из наборов, ничего из женских линейок там нет. А в онлайне, это в онлайне. А в оффлайне вообще Rituals как бы не представлен. Так что Rituals это всегда была для меня желанная косметика. Я знала, что Rituals есть именно в Duty Free. И именно вот уже в Duty Free муж покупал. Также я его попросила, конечно же, за Body Shop купить. В одном месте за Body Shop закрылся. Я, конечно, расстроилась. Он, в общем, берет чемодан и едет уже в центр с чемоданом. С гостиницы выселяется. Говорит, сейчас там я найду и за Body Shop и NYX твой. Потому что я его еще просила NYX. Знаете, такая ирония судьбы, когда NYX у нас был представлен. Был представлен по очень бюджетным ценам, как таковой тяги у меня к нему не было. И как-то у меня даже не складывалось с этим брендом. Но когда он от нас ушел, мне он резко, очень сильно стал нужен. Понимаете? Так же, как и за Body Shop. За Body Shop я покупала. Когда он был у нас, сделала интернет заказы. Ну, как бы не часто, от случая к случаю, но покупала. То есть, у меня там были свои любимые линейки и так далее. Но, понимаете, это то, что нельзя купить у нас свободно от этого. Это так запретно, это так сладко стало, этого так хочется. Ну и, соответственно, да. Здесь много всего. Давайте приступим. Такое предисловие просто хотелось вам рассказать. Кстати, вот такой магнит еще муж привез. Остров Чаек, да, если я не ошибаюсь. Их туда возили на экскурсию. Пока не забыла. Кстати, такой яркий, красивый магнит. Ну что ж, я даже не знаю, с чего начать. Фух, муж приехал поздно ночью. И давайте начнем с ритуалс. Значит, ритуалс. Там, ну, не такой небольшой, как бы, отдел с ритуалсом. Там были наборы. Да, в этом видео, наверное, будет болтовни много. И, наверное, будет много времени. Значит, у вас отнято своей болтовней и моей болтовней и похвостушками. Давайте так назовем. В общем, Айрведа, конечно же. Это серия, которую я хотела бы купить. И там еще была зеленая серия. И Сакура. Ну, я не люблю серию Сакуры. Я знаю, что все любят серию Сакура, но я не люблю. Срезовался я, конечно, знакома путем иностранных коробочек. Так нигде я никогда не покупала. Мне не дарили только иностранные коробочки. Я влюблена в этот бренд, конечно же. Ну, давайте такой большой набор. Кстати, по ценам. На некоторые вещи я смогу вам назвать цены. На некоторые нет. Потом скажу, почему. Ну, потому что там все на армянском и непонятно, да? Ну, вот, допустим, я могу сказать, что этот набор в Дьюти Фри, он стоил 3644 рубля. Ну, это наших. Я с драмов перевела. Так, 15700 драмов. А на наши 3644, девочки, это просто цена. Просто ни о чем за ритуал с 3644 рубля за такой набор. Ну, это просто почти бесплатно, понимаете? Я такая, вау, как это бюджетно там. В общем, давайте открывать. Такой огромный набор. Такое большое предисловие, но хочется, знаете, рассказать. Вот, все, как пахнет, смотрите, смотрите, как красиво. Да? Красота. Давайте эту печать взломаем. Взломаем. Я же потом назад не закрою. Не сфоткаю уже. Так. Вот какая тут коробочка. Такая коробка. Ну, кстати, коробка такая хлипенькая. Я почему-то ожидала, что это будет такая какая-то коробка массивная. Используется, которая будет годами. Не особо-то. Давайте я тут все достану. Ну, хотя... Хотя, посмотрите, вот такой вот набор у нас. Оп, и вывалилась. Такой вот набор. Давайте, знаете, что я оттуда достану. Закрою коробку. И мы с вами посмотрим. Так. Все, достала. Значит, там были наборы. Муж говорит, ну, выгоднее в наборах взять. Сакура сразу нет. Были еще, знаете, маленькие такие наборчики. В косметичках прикольные. Но в том наборе был мини-шампунь и мини-кондиционер. И какой-то маслица. Не знаю, для чего. Вы понимаете, мини-шампунь, мини-кондиционер. Но я его использую. И все. И забуду про этот ритуал. Как волшебный сон. То есть, я даже не успею кайфануть. Поэтому, конечно, если уже покупать, то покупать большое что-то. Это пенка для душа. Вместо геля для душа. Я думаю, вы понимаете, да? Такая вот пеночка. Я думаю, нужно опустить немножко. Следующая у нас боди-крем. Боди-крем. Какой-то не очень большой формат. 100 мл. Боди-крем. Класс. Вообще, такие продукты. И мне понравилось, что здесь такие продукты для тела. Которые, ну, можно использовать и какое-то время, в общем, насладиться. Потому что, ну, для волос, понимаете, это раз-два и все, и забыла. Был ритуал, не было у тебя ритуалса. История будет умолчивать. Свеча. Муж говорит, ну, там свеча. Я говорю, слушай, ну, наверное, уже все. Будем полить свечи. Что делать? Свеча. Очень ароматный аромат. Просто. На всю кухню. Я на кухне снимаю. Дочка в школе. Муж еще спит. Я сама, да, снимаю. И тут у нас скраб для тела. Небольшой. 125 грамм. Такой вот скрабик. В общем, такая вот серия у меня появилась. Буду, конечно же, наслаждаться. Буду, честно говоря, девочки, наслаждаться. Не сразу все ставить в использование. Буду сначала один продукт, потом второй. Знаете, чтобы подольше растянуть вот эту вот аюрведу эту. В общем, это то, что по ритуалсу у нас. Дальше, что вам показывать? The Body Shop. Честно говоря, наверное... The Body Shop. Это был самый, наверное, желанный магазин. Потому что я знаю, что во многих странах он закрывается. Даже, видите, в Армении закрылся один из магазинов The Body Shop. То есть муж... Он был в моле, представлен в моле. Муж туда поехал, а вот им нет. Пошел там возле, получается, торгового центра. Ну, он жил. Он специально поселился в гостинице возле торгового центра. В том торговом центре ничего толком не было. Поэтому как бы поехал потом в центр. Значит, тут, извините, меня прерывают. Родительских комитетов что-то там написывает. Поэтому здесь не сильно нам помешают. Я что-то забыла перевести на... Как будто бы я ничего не слышу, никого не вижу, чтобы не гудела. Ну, ладно. Значит, The Body Shop. Это был, наверное, один из самых желанных магазинов. Потому что он один из самых первых у нас ушел. И я знаю, что у них лимитки повыходили. Ребрендинги были. Ну, в общем, да. Я сначала хотела у мужа заказать свои любимые серии, типа Маринги. Но потом подумала, ну, Марингу я уже тысячу раз пробовала. Наверное, же нужно что-то заказать, то, что я не пробовала. Так что тут даже декоративка будет, девочки. Тут просто... Вау. Большой заказ. Вот здесь я вам, честно, ничего не скажу по ценам на каждый продукт. Потому что, смотрите, тут вот. Видите? Единственное, я могу сказать, что если я правильно понимаю, что вот эта вот цена, это, конечно, цена в драмы, тогда 6500. Муж потратил нашими рублями за Body Shop. Если я правильно понимаю, конечно. Ну, что ж, давайте приступим. С чего начать? Я, в общем, узнала. На самом деле, это достаточно тяжело узнать, какие новинки, что новенького появилось у The Body Shop. Потому что как-то не особо об этом... Ну, у нас-то, понятно, не говорят русскоязычные блогеры. Там где-то у кого-то что-то, кто за границей живёт. Я особо и не смотрю никого. Так в интернете даже начала искать. Ну, в общем, еле-еле как-то путём заморачивания нашла, что у них появилась новая серия Blue Bell. Blue Bell – это... Я понимаю, что это значит. Не могу дословно перевести. Это колокольчик же, правильно? Голубой колокольчик. В общем, я, муж, говорю, хочу голубой колокольчик, хочу эту лимитку, правильно? Понятно, что всякие клубники, маринги и так далее, те, что у них годами есть, возможно, десятилетиями, это здорово, но я же это всё пробовала. Если уже покупать то, что ты не пробовал. И вот он мне купил гель. Кстати, когда в Дьюти Фри, в общем, мы с ним общались по связи, то есть он спрашивал, это или это, или то. Когда в... Ну, я там искала информацию, курил вот это, то он, в общем, фотки присылала. Насчёт ритуалов мы с ним совещались, я ему точно сказала, вот это. А в бодишоп он зашёл без меня, и как-то так быстро там скупился, и уже в Никс мне пишут, в Никсе что? А в Никсе там была проблема выбрать, ну, в общем, до Никса мы ещё дойдём. Вот этот блю, был колокольчик. Гель, знаете, у него такой интересный запах, травянистый очень. Интересно, как он будет лучше раскрываться, потому что он больше даже не цветочный, а прям вот какой-то такой травянистый, скошенной травы, что-то такое. Посмотрите, как красиво. Ой, прям, знаете, мечты сбываются, друзья. Я прям такая радостная. Так, что ещё? Из этой серии колокольчик муж взял мне крем для рук. У них очень хорошие кремушки для рук. Я очень их постоянно покупала. Я вообще любитель, знаете, каких-то марок, таких ароматных, интересных, начинать знакомство с кремушками для рук. Ну, в общем, мне муж ещё взял из этой серии кремушек для рук. Буду тоже с удовольствием пользоваться. Давайте поставлю пакет, чтобы так пустына не смотрелась на фоне стены. Также муж взял мне бодибаттер, но это очень интересная такая текстура. Я даже не ожидала. То есть все мы знаем бодибаттеры с... Вот бодишоп, там ещё один будет. Даже вот в сравнении, да, это Melt, тающий бодибаттер. Я никогда такого не пробовала. То есть я знаю, что у них есть йогурты ещё для тела. Но я йогурты никогда не покупала. Почему? Я не знаю. Хотя, казалось бы, нужно покупать йогурты, потому что они лёгкие бодибаттеры. Я только на ноги мажу. А тут я открываю... Я ещё так, знаете, сначала открыла обычный бодибаттер, потом этот украл, мне чуть не вытек. Короче, вот он вот такой вот, он тающий. И это он ещё подзастыл. Вчера, видимо, вообще жарко было. Он у меня прям как... Тут, видите, он уже застывший такой, как типа молочко. А я вчера открываю, он у меня вот, посмотрите, на крышке, он у меня прям чуть не вытек на пол. Прям, знаете, потёк, такой жиденький был. Ну, видно, от жары он тает. В общем, ещё вот такой вот интересный продукт. Melt Body Butter, тающий бодибаттер из серии Blue Bell. Посмотрите, какая красота божья. Так счастлива. Счастья моему нет предела. Далее. Это ещё не всё. Здесь у нас идёт стандартный бодибаттер. Я попросила мужа взять с оливой. Честно говоря, я не помню, была ли у них серия с оливой, не было. Вообще у них вот эти вот рембре, дентги пошли, коробочек. Уже тогда, когда от нас Body Shop ушёл. И иногда путаешься, что вот смотришь, о, новая коробочка, это лимитка, да, а потом понимаешь, что это же было ещё давно. Я не помню, была ли серия с оливой раньше, но я попросила взять с оливой ещё. О, аромат этот, девочки, это просто потрясающе. Если бы я знала, что это так пахнет, я бы просто попросила с оливой взять всё, и духи в том числе, как это пахнет. Боже, это запах, это божественный запах. Он какой-то такой сладковатый, растительный. И вот в нём столько много всего. Даже я чувствую, как будто полевые цветы, что ли. Ну вот это вот стандартный, да, их бодибаттер. Просто потрясающий запах, невероятный. Классный. Надеюсь, что ещё как-то доведётся побывать там, где есть бодишоп. Ну, пока будем наслаждаться тем, что люблю. В общем, что ещё я попросила? Я никогда в жизни не пробовала декоративную косметику за бодишоп. То есть я пробовала бальзамы для губ, но декоративку я никогда не пробовала. И тут же, понятно, надо это упущение исправлять срочно. Я говорю, пошла искать. Я помню, у них раньше и тени были. Ну, больше как-то. Сейчас я в интернете это тяжело найти. И то, что я нашла, то я нашла. И я нашла, что у них есть помады. Самое интересное, хорошо, что я нашла, что помады у них... Помада отдельно, корпус отдельно. То есть надо докупить корпус. Хорошо, что я это нашла и написала мужу. Потому что, а вдруг ему бы там не сказали. Кстати, муж говорит, что в магазинах весь персонал говорит по-русски. И вдруг я бы не сказала, ему тоже бы не сказали. Этот обрубок без корпуса бы... Ну, это уж не то, согласитесь. Значит, сама помада, она идёт вот в таком вот корпусе. Не корпусе, сама помада, вот рефил это, да, 4 грамма. Она идёт вот в таком вот... В такой коробочке. Шоу лоу, покажу любовь. Ну, в общем, я просила такой вот цвет. И там нашла два оттенка, которые для меня подходящие. И, в общем-то, мужу скинула, да, их, чтобы он именно их купил. Не купил что-то другое. В общем, как вы... Я её ещё даже не свочила, понимаете? Если NYX я там посвочила, то это ещё нет. Вот такой вот корпус. То есть, вы можете его оставлять и в дальнейшем просто покупать рефилы помад и вставлять их сюда. Честно говоря, весьма интересно, подойдут ли сюда рефилы от других помад. Это очень интересно. Ещё продаются какие-то там акваранции и так далее. Ну, в общем, такой вот корпус, который купить отдельно нужно. И сама помада. Это просто выглядит так красиво. Это просто, я не знаю, это... Я даже боюсь прикасаться. Посмотрите, как это великолепно. Это надо засвочить. Она абсолютно ничем не пахнет. Посмотрите, какой приятнейший, нежнейший, великолепный оттенок. Это просто что-то потрясающее. Просто посмотрите, это какая красота. Это самая красивая помада, которую я видела за последнее время. И по сводчу, и вот так вот в рефиле. Как же это красиво. Это просто невероятно, друзья мои. Так, это то, что из покупок. И муж говорит, что ему сказали, что, ну, как бы, вы пойдёмте выберите подарок. Насколько я поняла, по вот этому рефилу 1 плюс 1. То есть, наверное, на декоративку как-то это действует при покупке. Я честно не знаю, что было за акция. Ну, в общем, купил он из декоративки помаду. И он говорит, меня подвели к стенду. И там, говорит, я не понимаю, какие-то тюбики, что это, блески или что оно такое, говорит. И он, значит, муж решил выбрать мне пудру medium 2C, cool, 2C, cool. Холодный оттенок, значит, ну, вот видите, на этом написано 1 плюс 1. А вот там вот на помаде этого нет. То, что вы там один покупаете, второй подарок нет. Возможно, при покупке декоративки участвуют какие-то определённые товары в подарок. Не знаю. Ну, в общем, это тоже рефил. Рефил пудры. Я даже не свочила, что-то у меня слишком много пудры развелось. Но суть в том, что ничего страшного, что это рефил, потому что у меня есть, куда его притулить. Я надеюсь, он магнитится. Вот такой вот розовенький рефильчик. Прям такой аж розовенький, как поросёнчик. Вы его видите каким-то бледновато-бежим. На самом деле он прям розовый-розовый, 2C, cool. В общем, вот у меня ещё пудра есть теперь. Давайте её посочим. Ой, какая красота! Друзья мои, ой, какая красота! Она прям розовенькая. Прям розовосечек. Ой, как красиво, друзья. Я прям счастлива. Ещё и пудра в подарок мне получилась. Это очень-очень здорово. Я прям рада. Такая вещь, которая... Ну, видите, тут вот показано, как его нужно переместить в этот рефил в пудру. Ой, ну, в общем, вы понимаете, да? В корпус, короче. Так. Тут, кстати, пуховка есть. Есть. Такая пуховочка. Даже так вот. Получилось. Пудра мне в подарок. Ой, прошу прощения. Мне что... Тоже неплохо. Вот так вот. Ой, да слез такой. Как-то вот так. Не знаю. И ещё положили в подарок бодибаттер almond milk. У меня, кстати, такой был. Я помню, когда эта серия вышла. И я её купила. Она мне не понравилась, потому что она была очень приторная, такая яркая. Химозно. Все мы знаем специфику за бодишуб, потому что у них достаточно такие яркие, гипертрофированные порой запахи. Ну, в общем, такой вот пробник. Я думаю, что я просто измажу этот баттер на ножки. Ну, тоже приятно. Единственный магазин, где хотя бы ещё дали какие-то подарки. Серьёзно. В остальном же нет. Что же по поводу микс? Уже некуда складывать. Вот пакетик Никс. Я уже поворачиваюсь в разные стороны, чтобы умаститься. Знаете, тут хочу немножко пронастальгировать. Да, помним мы Никс, представленный в подружке. Как-то за покупку дарили подарки. Как-то эта косметика стоила бюджетно. Ну, как бюджетно. Никс никогда не был там прям совсем дешёвой косметикой. То есть у них палетки там по 700, по 1000 с чем-то были. Это я помню. Карандаши там рублей за 500, 400. Ну, я помню, что и давали подарки от Никс. У меня даже ещё две косметички сохранилось. И, ну, помню, когда это было, в общем, у нас. Ну, я иногда покупала Никс. Ну, честно говоря, особо как-то маркой не прониклась. Но сейчас мне очень-очень сильно нужен был Никс. Прям вот, ну, вот прям, прям вообще. Дайте мне Никс. В Ереване по городу разбросаны бутики Никса. И в один, в центре муж зашёл, и... А там почти ничего нет. Ну, то есть там реально полпустые полки. Муж говорит, что там в Армении, ну, насколько там объяснили консультанты, это очень популярный бренд. Это для них как аналог МАК. И очень много очень разбирают, особенно на выходных, перед выходными. И вот, ну, как-то так. Получается, он же там был в воскресенье. Цены. Я вам тоже скажу, что меня подудивили. В общем, там Никс стоил два раза дороже, чем у нас. Он стоит. Стоил. Сейчас-то вообще, я не знаю, я как-то вот... Я у перекупов не перекуп... Не перекупаю ничего. В общем, не покупаю ничего. Но я чисто просто забила у нас там купить. Никс в России мне выдала Озон, где предлагают купить блески за 4 с чем-то тысячи. Я, блин, ни хрена себе. Так что я еще отделалась малой кровью. Я очень хотела какую-то, может быть, палетку в холодных тонах. Ничего этого нет. Там палетки коричневые. Одна палетка большая стояла на наши деньги на 5300. То есть, ну, в общем, именно вот там много тонов было. Карандаши. Ну, карандаши для глаз мне не нравились. Я их пробовала. И, в общем, я говорю, купи мне тональный крем розовый. Посмотри, говорю, хайлайтер розовый. Ну, понимаете, это же... Когда ты общаешься, и это надо быстро эти смски отправлять, подтверждать, да-да, нет-нет. Брать. И так получилось, что муж мне покупает жидкий розовый хайлайтер. Л-101 Sunbeam. Такой вот. Я такая, в смысле? Значит, стоимость его на наши деньги 1671 рубль. А я не пользуюсь жидкими хайлайтерами. То есть, я пользуюсь хайлайтерами только сухими. И это не тоналка. Я такая, блин, это жидкий хайлайтер. Честно говоря, я до сих пор не поняла, что делать с этим продуктом. Пока что он у меня запечатан. Я не решилась его пока открывать и пробовать. Ну, потому что... И жалко то, что я... Ну, возможно, он у меня проваляется. Думаю, может быть, на Вито его выставить. Думаю. Ну, не знаю. Пока не решила, что с ним делать. Но это... Я просто-таки не пользуюсь. Посмотрите, как красиво помада. Вот это за подушоп. Это нечто. Просто нечто. Так. И, в общем, помады. Я говорю, помады только не вот эти матовые, которые застывают. А в обычном формате. Там только такие, знаете, вырвиглазные розовые оттенки. То есть, там нет ничего. Говорю, ну, что-то такое нежненькое, розовое. Говорю, да нет. Там только яркие. Ну, в общем, блески. Мы подобрали два блеска вот таких вот. Консультанты, я так поняла. Я там и свочила, все показывала. Там на руке себе что-то. То есть, старалась продать, да. А значит, вот я уже эти все блески свочу. Что-то там на фотографиях одно, понимаете, вот так вот. То, что это на губах будет смотреться, это другое. Я говорю, вот такой вот мелкий глосс мне возьми. Он говорит, что все, Поша, ничего. То есть, такое дело. Я говорю, ну, не знаю, возьми еще какой-то блеск. На свой, говорю, вкус. Но понежнее розовый, не ядерный. Ну, и вот муж взял вот такой еще блеск. Сейчас скажу вам, я Butter Gloss. Это у нас оттенок Тирамису, кстати. Немножко непонятно, почему здесь Тирамису. Ну, да ладно. Очень. Он пахнет. Очень похож запах на блески Clorans вот этих в тюбиках. Ну, в общем, я этим блеском сегодня красилась. Можно от понежнее сделать и поднаслоить оттенок просто потрясающе. Вот это вот мои оттенки. Очень красиво, комфортно. Аллергия у меня не вызывает, что самое важное, да. Вот такой вот блеск взял Butter Gloss. И this is Milky Gloss. Самое интересное, что когда только эти блески Milky Gloss вышли, я такой блеск только голубой выкрала. И мне его прислали. Я тогда блесками не пользовалась. Я помню, что я его даже не открывала. Я ему кого-то подарила. А помните, как в NYX можно было когда-то подписанную группу выиграть какие-то подарки? Я лично помню, что мне два раза блеск я выиграла. И еще два раза мне присылали космичку какую-то. Тоже я выиграла. У NYX было очень легко выиграть даже. Так, значит, кирамису стоил 1168 рублей. И вот Milky Gloss, он немножко подороже, стоит 1369 рублей. Хайлайтер 1671. И в общем, в NYX было потрачено нашими деньгами 4270 рублей. Да, почти 5000, ну, вообще не почти 5000, ладно, 4000 оставили в NYX за три продукта, вы понимаете? NYX просто. Здесь уже мелкий глаз, он по-другому пахнет. И как по мне, он, я его еще не пробовала, но обязательно попробую. Он немножко поплотнее и как бы поярче. Еще муж говорит, он же темный будет. Я говорю, да, он блеск. Это блеск, он в любом случае будет на губах более нежно смотреться, не будет там как-то ядрёно. В общем, я довольна блеске. Очень красивая помада, очень красивая. То есть, это то, что я буду использовать в любом случае. Так, и сейчас у нас будет Минесо. Минесо от нас ушел давно. У нас как-то сначала был Минесо, потом Минесо закрыли по всей стране. Появилось Мумусо, потом Мумусо закрыли, потом появился Мивик. Они вроде и похожи, но это разные магазины. Давайте сейчас перейдем к Минесо. И потом еще будут вкусняшки с Дьюти Фри. Так, у меня батарея садится. Как бы мне это все снять? В Минесо, значит. В Минесо муж заходил два раза. Сначала в один Минесо, который был недалеко. В общем, молд был недалеко от его гостиницы. Он туда заходил. Когда искался бутешоп, и там не было. Говорит, Руш, Руш это магазин по типу Литуаля нашего. Ну, там неинтересный для меня ассортимент. Я именно не зря сравниваю с Литуалем, ни с Ревкошем, ни с Золотым Яблоком. Потому что, ну, там я посмотрела интернет-магазин, ничего интересного там нет. Я ему даже говорила, в Руш не заходи. Он говорит, да он вообще закрыт. Ладно, что же муж купил в Минесо? Ну, во-первых, для доченьки вот такую вот игрушку. Не знаю, как сделать, чтобы она попала в кадр. Посмотрите, какая прелестная такая вещь. Ой, она очень хорошая. Кстати, в Минесо игрушки очень добротные. И там есть очень большие игрушки. Но суть в том, что даже если ты купишь очень большую игрушку в том же Минесо, ты с ней ничего не сделаешь. У нас просто были очень большие игрушки из Минесо, из Мумусо. И мы их подарили. По одной простой причине, что они огромные. С ними не поиграешься, не занимает много места. И ты их даже не покискаешь, но потому что они огромные. То есть я даже мужу говорила, сильно огромную не бери, потому что она просто будет занимать много места. И с ней ничего не поделаешь, не поваляешься, не пожмякаешь, не поиграешь. Вот лучше такую какую-то игрушку. она очень мягкая, очень приятная, очень милая, вы только посмотрите на эту прелесть, это просто вообще, ну, обалденная, дочка очень обрадовалась, она проснулась перед школой, когда ее встречала, также муж взял два набора канцелярии, доченька уже растет, 7 лет, школьница, и как бы, если раньше, когда было годика 4-5, там можно просто завалить игрушками, ты понимаешь, она будет с ними играться, то сейчас с этим как-то, ну, вопрос еще, что ей привести, потому что она еще вроде не подросток же, не вроде, да, и уже не совсем ребенок, поэтому, ну, мягкие игрушки у нее всегда милые, также мы уже взяли вот такой вот набор, это все было запечатано, так красиво еще тут вот такая вот лента была, такой вот набор, здесь маленький блокнотик, побольше, и вот такой вот канцелярия у них, конечно, очень красивая, так, куда положить, вот, и еще один набор, здесь в линейку такие тетради, вот такой, такой, и вот такой вот, это первый раз, когда он заходил в Минесо, и также, когда заходил в Минесо, первый раз муж приобрел вот такое вот жидкое мыло, я вижу, что оно с виноградом, я понимаю, что он купил из-за того, что оно с виноградом, потому что я уже все выше прожужила, как я люблю запах хвостерного, ну, такого вот темного винограда, так что вот такое вот мыло, он еще покупал, тогда, когда первый раз заходил, также он, муж зашел второй раз, когда он уже был в центре, где он покупал за бодишоп, Никс, он также еще раз зашел в Минесо, и говорит, тебе что-то нужно в Минесо, ну, в общем, там пофоткал, что есть, я бы, может быть, что-то взяла из декоративки Минесо, но у них специфические оттенки, у них в основном, знаете, для губ все какое-то красно-бордовое, для лица все какое-то золотистое, и, ну, нет таких каких-то креативных оттенков, и все в одних и в одних тонах, хотя выбор большой, и, в общем, так пофоткал, пофоткал, что есть, я знакома с этой косметикой, я знаю, что она из себя представляет, поэтому сильно набирать, честно, мне не хотелось, но тоже ничего не взять, тоже как-то было бы обидно, поэтому, надо быстро, а то мне сейчас разрядится, смотри, и я выбрала себе вот такой вот шампунь, чисто из-за того, что с зеленым чаем, далее, и два кондиционера, лишними не будут, как оказалось, один с сакурой, там не видно было, и второй вот, не знаю, чем, вистерия, что-то такое, чисто говорю, вот возьми красный и фиолетовый, по внешнему виду, по поводу стоимости, мне не особо, говорю, недорогой, значит, в общем, 1531 рубль, именно за два кондиционера, и за шампунь, это, когда второй раз заходила, когда первый раз, я что-то, человеков, не нашла, возможно, все общие кучи, выкинуто было, и давайте по-быстрому, вкусняшки, вот такая вот коробка, с вот такими вот конфетками, здесь она открывается, здесь они поштучно, индивидуально завернуты, далее вот такие вот конфетки, конфеты муж уже в Дюди Фри покупал, Кит Кат такой, Кит Кат еще такой, и Кит Кат такой, это я попросила взять Кит Кат, потому что я его ела, до того, как он ушел, у нас Кит Кат больше не купить в магазинах, и я его в свое время очень-очень любила, поэтому Кит Кат, вот две вот такие вот вафики, одна ванильная, другая тирамисо, вот такое вот печенье, я думаю, очень вкусно должно быть, с абрикосовым вареньем, насколько я поняла, вот такие вот печенюшки, и вот такая вот коробочка с конфетками, очень милая, кстати, коробку можно для хранения чего-то отставить, потому что она такая добротная, маленькая, кругленькая, компактненькая, вот здесь милки вэй, бау, здесь никельс, и какие-то вот такие вот конфеты, галакси, и вот такие, такой прикольный наборчик, еще, 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 вот такие вот, миксит фисташки, насколько понимаю, еще что-то может быть, ну вот, такие вот, я тоже в дюти-фри, когда муж уезжал, он набрал, вроде бы все, да, магнит я вам показала, давайте его здесь оставим, оп, и прилип, ну еще мелочь, не знаю, покажу в конце, из гостиницы муж забрал, вот такие вот мыльцы, которые там оставляли, далее здесь, гель для душа, и шампунь, два геля, и два шампуня, так, где они были, в общем, это все, друзья мои, вот такие вот покупки, такие вот шикарные, обалденные подарки, привез, я очень-очень рада это все разбирать, потрошить, расставлять по местам, пробовать, все, всем спасибо за внимание, всем пока-пока,